Но веду я к тому, что SF не самый худший лайнап против вайпера. Он может себе позволить фармить лес и отпушивать линию при необходимости. Но вот а вайперу уходить в лес, добирать нейтралов там, возвращаться на линию, он явно таких перспектив для себя не имеет. Сент Кинг, Дезраптор и Омни Найт. Ну, Дезраптор так довольно-таки дефолтный саппорт для Энне Региона. Да и в принципе, на профессиональной сцене Дезраптор очень уважают. Омник уходит на ФП, зачастую в данном случае для Монкис Форева. Лайфстиллер, Ласт Пик. Не сказала бы, что это хороший пик против, допустим, Брюмастера. Есть Овергроуф, также у Тренд Протектора. Которая работает сквозь Рейдж. Да? Сквозь Паламон. Может быть еще какой-то контроль или наиболее выгодного кэри героя сейчас Оптик Гейминг возьмут. Им как раз-таки достался Ласт Пик. Очень здорово выглядел Геррокоптер для СГГ, но Ласт Бан Оптиков как раз-таки именно Гиры есть. Геррокоптер хорошо стоит линию против Брюмастера. В сочетании с Дизраптором и Сэнд Кингом Трепл Линия выглядит очень сильной. Посильнее, нежели чем с Ласт Силлером. Берут тролля для Пайката. Ух ты, какой усатый Фли. Это ведь усы? Похоже на усы даже, а не на рога. Разодетый Сэнд Кинг. А вот Сэнд Кинг забрался без Дизраптора. Понятное дело, что это все-таки Афлейн умнинает. КВХ Вайпер. В миде и БСДЖ Лайфстилер. ССССР. СФ Зай Брюмастер. Он-таки возвращается в Афлейн после того, как Роумил на Сирене Наги. Тридцать третий Рубен. И Капитан Команды Оптик Гейминг забирает себе тренд протектора. Don't give up. Моего никнейм. Неофициальный профиль и аватарка с логотипом своей команды. Вот это я понимаю. Капитан верный себе, верный своей команде. О да, о да. Эта насмешка на Лайфстилере очень мне нравится. Наверное, две самые любимые насмешки, которые в доте разработали на данный момент и ввели. Самые топовые, на мой взгляд, у Лайфстилера и у Лешрака. Давай еще разок. Ну, давай еще. Пожалуйста, ради всех нас. Затанцуй. Не хочет. Устал. Не время для танцев. Пытается, возможно, таким образом себя приободрить. У него есть Клингблейд. Расчищают себе леса. Судя по местоположению Лайфстилера, это, в принципе, агрессивная трипла с Лайфстилером. Такого я явно не ожидала. Оставят умни Найта стоять против Брюмастера, судя по всему. Я все-таки дождусь момента, когда насмешку он активирует еще разок, чтобы рассмотреть его во всей красе, детализировано. Ну-ка, я за тобой наблюдаю. Я за тобой смотрю. Да, это Даблаз Лайфстилером, как минимум. Вайпер приплывает в мид. Дезраптор стопит крипов. Найс. Скандирует Манки из Форева. Уже идет пересвап линий. Пайкат топает на топ. Лайфстилер встречается с крипами и с Заем. Ну вот это Даблаз с Рубиком, как я и говорила. Постарается. Перетягивать внимание на себя Рубен. Тем самым обеспечивая пространство для CCNC. Дабы тот ласхитил крипов. Очень здорово было сыграно. Сейчас такой микро-момент был, где одну тычку сделал по крипу 33-й, а CCNC его уже взлазхитил. Омник получил практически левел 2. Его пытается звонить тренд. Мало-помалу вкачал себе Лич Сид. На миде. Если судить по миникарте, довольно-таки щекотливая ситуация, потому что фли выходит в спину. 33-й не подставляется. У нее практически левел 2. Это было довольно-таки опасно, потому как без Телекинезиса, скорее всего, Рубик никуда не ушел бы. После Борострайка будет Кинетик Филд. И там уже с Вайпером можно Рубика было бы забрать. Ну, после появления Телекинезиса на 2 Койла подставил он Вайпера. 33-й. Выбили из него немного хила, а CCNC угостил, судя по всему, флаской Рубена. Хотя ему самому сейчас фласка пригодилась бы. У Дезраптор нет, к сожалению, маны на Кинетик Филд. Поэтому Сэвпре спокойно уходит. Причем убирает правильную траекторию для отступления. Потому что если бы он ушел куда-то сюда, там мог бы вывести Сэнд Кинг. Он подобрал хасту на боте. Вот он только что закончился. По Рубику идет Борострайк. Наконец-то Кинетик Филд у Сэнд Кинга. Будут пытаться забросить под Тавр сейчас СК. Последний колл пригодился ВСФу, чтобы добить Сэнд Кинга. Но не хватало маны. Теперь же слишком поздно. По сути Рубик мог просто-напросто взять да и уйти. И его риск с разменом Сэнд Кинга был неоправдан. Просто отдали ФБ. А ФБ отдали Сэнд Кингу. Два заряженных Стика у Сэнд Кинга на данный момент. Сбрасывает он с себя Дракен Хейз за счет рейджа. На миде погибает Вайпер. Подставился под Койлоси Синси. Сейчас на файт 3 капи. Мы увидим. Даже двух шедоу рейзов. Хватило, чтобы Вайпера забрать. Вайпер играет. Вроде как со стиками. Вроде как... А, он играет через пользу на так. Так. Второго ловла. Пока что не максит Карлоси Скин. Лединичку взял. Ну, Рубик подставился после убийства Вайпера. На суть важна. За Манкис Форева. Идут прямо по Тауэр. Транту достается очень больно. Он вытанковывает Тауэр. И вряд ли он этого хотел. Вовремя активируется. Первый спел. Скрывается в инвизе. Смешивается с деревьями. Ну и по сути оказывается не досягаем. Для своего оппонента. И более того. Имеет с собой телепорт. Как только мана накапала. Улетел на базу. Опять же подставляется 33. Но посмотрите. Как долго за ним идут. Вапер вообще смещается с мида. Дизраптор тоже честь за 33. Фли все еще живет, кстати. На Фли имеется ввиду 33. Но тут, к сожалению, 2-го левела. Сандерстрайк у Дизраптора. Поэтому Рубен не выживает. Но выигрывает массу времени. Просто катастрофическое количество времени. Сейчас вернется вайпер на мид. И встретит там эсэфа. Уже практически 5-го левела. С максимально набитыми душами. У него есть акрилы, стики. Притащит себе тапок. Очень много захила. Может донести, допустим, пару кларити. И вообще обеспечить себе сладкую жизнь. Время от времени перемещаясь в лес. Видим Фли. На топе, кстати, погибает Омни Найт. Каким-то образом его забрали. Тренд. С троллем. Причем практически под тавером. Я наблюдаю у Рэддиан. Здесь обсервер на хайграунде. Постоянно идет информация. Что Сэнд Кинга отсутствует. Сэнд Кинга нет. И поэтому Си 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 старается держать довольно крупную дистанцию. Даже относительно крипов, которые приходят на линию, держатся постоянно левее. И вплоть до того момента, как Сэнд Кинг не покажется на какой-либо из линий, стараются не подставляться. В миде очень терпят. Аккуратно играют. И это пока что оправдывает себя. Лай-Си Лерону надоело стоять против Брюмастера. Он перемещается на топ. Но пара у него более-менее хорошая. Впрочем, как у Брюмастера. Зай. Тем, что завязал Праймал Сплит, также задоджил Глимс. Под дальним Шэдоу Рейзом Дезраптор сворачивается. В коллекцию фрагов в CCNC положил себе Дезраптора. Циклон поймали Вайпера. Возможно, попробуют его зацепить и убить через Телекинезис. Так и поступают. И так. Мана пока что нет. Манкет Форевер смещается сюда. У него отсутствует пока что репел. Он его не качал. CCNC на развороте. Можем пытаться дать Койл. Койл в молоко. СФа добивают. 33-й также подставляется. Зай старается уйти. У него это выйдет. Ну, а вот Рубик. Не смог даже подняться на ХГ. Просто-напросто не дошел до лестницы. По итогу отличная ротация от Домника. Очередное участие в фрагах у Стэн Кинга. На боте стоит Фли. Он тут приземлился. Сэнс Шторм нажал и стоит себе. Пока ничего не может ему противопоставить. Зарутил Курьера Трэнд Протектор. Убил его. И продолжает стоять на топе. Инвиз имба. Не контриса. Что с одной стороны, что с другой. Будут пытаться пиковить Тролля. И... Дается... Это коллективу СГ. Прочь простого. Потому как... У Тролля ни капли, ни... Стиков. Ничего. Он не живет. И, соответственно, под сейв к нему никто не успевал. Рубик сделал ТП, но безуспешно. Троллящую курицу, видимо, никак получить не мог. Потому как... Оказавшись в таверне, он сразу же положил себе маску. Аквилл. Вот все сбросил. Ранее не дождался. Фли. Инвиз имбани контрится. Сел сонс шторм. И пока не двигается. Думает о жизни. Побежал, 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 побежал. Получает руты. Есть Бороу Страйк. Еще одна тычка от Зая. Но в итоге он напоил Сент Кинга и дальше не пошел. Сент Кинг имеет транквилы. Он таки быстрый. Ну вот, проблема у меня на это. Его добивают. Но, честно говоря, для меня загадка. Вот я помню, как Макис Форева отлетал на топе под вышкой от пары героев. Да, будь то Рубен, будь то Сент Кинг, вот вместе с Пайкатом, постоянно делали на нем фраги. Ну как постоянно? Ну даже один фраг. Это все равно много. Почему? Потому что как? Как они это делают? Омника Фейза. Омника Префикейш. Захил на 300. 300 хп. Плюс репел. Как реально застать Омника врасплох и убить? Может быть потом посмотреть надо будет на реплее. Там каждый удар баш. То есть это телекинезис стан, да? Вас впивается тролль. Но он ведь даже без Батл Транса. Поэтому у него не очень крупный атак спид. Ладно, не знаю. Без малейшего понятия, как это получается. Лайфсиллер, кстати, собирает себе Рэддинс. Вот такая неожиданная сборка. Зай обыскивает лес вместе с Транк Протектором. Атакует Тир-1 вышку. И Джи решается дефать. Отлично, кстати, к Шторм по Брюмастеру. Брюмастер захиливает 33-й. И Зай клэпает вместо того, чтобы попытаться заюзать Праймал Сплит. Он, видимо, и ожидал, что Рубик сыграет максимально грамотно. Отхилит в последний момент, когда из Джи уже обрадуется фрагу. Вот раскастовать бы Праймал Сплит и на развороте Драка и... да. Было бы волшебно. Немного не пошло. В Квикбайе Пайкат наметил себе Сашу-Яшу. А нет, если присмотреться, то просто Яшу и Блокенбар. Интересно, соберут ли Матнес? Поставили Сентери, обнаружили Дезраптора, возвращает его на... Дезраптор обнаружил Трента и он возвращает его. Тепал Трент, который не удается завершить, поскольку вовремя оказался Дезраптор. Болу Страйк и минус. Правда, видимо, минус-тир-один вышка в том числе, потому что Си Син Си не остановить. ПТ, драмы. Попытка задонаять. Безуспешная. На топе. Тем временем. Омник тоже налегает на Тир-один вышку, можно будет переместиться туда и попытаться ее задефать. У Брюмастеров в Квикбайе. Рецепты на... Барабаны. Рецептик. Не спешит он с блинком. Рубик практически за всю игру, за редкими исключениями, вообще покидал Сефа. Прикрывает его спину. Основная часть команды из Джи-Джи сконцентрирована на боте. Основная их масса. Тренд. Его просветили, но не увидели. Тренд просто прошелся стремительно напрямую. Он попался под Сентри. После этого Дасты были заюзаны. И просто-напросто возвращается на место. Он приблизительно понимает, где стоит Сентри Вард. Или не понимает, судя по тому, что он делает. С другой стороны, он здорово проспейсил. Это был овергрок по четырем персонажам. За это время оптики успели забрать в Тир-1 вышку и скоро доберутся до Тир-2. А разменивать Тир-1 в Тир-2 уже не очень выгодная затея. Сюда делал ТП с Кан. У него пока что нету блинка. Поэтому он просто спрятался и ждет. Вайпер не спешит куда-то бежать. Куда-либо смещаться. ТП у него тоже нет. А это значит, что оптикам бесплатно дают Т-2 на топе. Так, Раф. Раф. Ну и это провал. У ЗА имеется Праймал Сплит. Пока что зацепили Омника. Омника забрали. Раская ловочка. И думаю, сейчас у коллектива GG мораль должна быть просто-напросто на нуле. Потому что скастовать в иллюзию Статик Шторм и накрыть Вайпер Страйком ту же самую иллюзию Это удар ниже пояса, который коллектив сам себе наносит. Как автогол. Ничего хорошего. Ну и оптики, пользуясь случаем, прекрасно понимая, что нет такого варианта для оппонента, чтобы подраться на Рошане без Статика. Забирают Камеголового. И почему-то бегут на топ, хотя на топе ловить таки особо нечего. Просто, видимо, хотят толкнуть линию. Имеет смысл выформить вражеский лес, завардить все как следует, потом перетянуться в мид и забрать именно мид-вышку. Стролем или без? Это не суть важна. В принципе, Байкату не помешает пока что сосредоточиться на фарме и принимает следующую драку уже в БКБ. Я была уверена, что ловить на топе нечего. Я сказала об этом буквально 20 секунд назад. Но почему-то Фли решил вернуться на топ и нафидить. Видимо, оптики это предугадали. Батлтранс на топе Байкат не выпускает из баша Лайфстиллера и убивает его. Тем самым, отсрочив его появление Райдика на нем. Я видела, как Лайфстиллер смотрел на Крипа. Смотрел на Крипа ему в глаза. Крип смотрел в глаза Лайфстиллеру и говорит «Ну, прыгай в меня». Но Байкат не отпустил. Не стоит забывать про Нетворсы. Давайте их изучим. Топ-1 Нетворсу Пайката. Его от фарма особо никто не отвлекает. И сейчас он закрепил свою позицию по Нетворсу. Как раз-таки за счет убийства вражеского Керри. А что это такое? Что за баг? Довольно смешной баг. Дизраптор если сейчас зафокусят первым и он не поставит статик было бы замечательно. К сожалению, драка происходит рядом со шрайном, который активировали джи-джи. И самое время бы Заю отступить, если хотя бы одну из панд очень потайминг. Дает бору страйк по Заю. Зая отсутствует в Блингдаггер, поэтому шансов уйти вообще в принципе-то и не было, если он земляную панду не отвел. Ну, не знаю, чем были обоснованы действия Зая в данной ситуации. Он просто шел до конца. У СФ есть БКБ. В дальнейшем Брюмастер должен вот как раз-таки закулдаун прайм у Сплита добрать себе. 12-ый левел и Блинг. У Пайката тоже есть БКБ. И с таким набором артефактов нужно забирать на самом деле Т3-здание. БСД такими темпами не собирает себе на Радианс. Чуть ли просто не за счет рун. Опа! Пропажа звука и эпичное его возвращение. Тут всякие провода. С ними следует быть поаккуратнее. Сэнд Кинг близок к Блинку. У Лайфстилера считанные копейки до Радика. И у Септа Ромника. СССИ целится Сашу Яшу. Наконец-то оптики добрались до тертовышки на боте. И Джи кажется собираются дефать. И это очень плохая идея потому что Эгги все еще у оптиков не закончился. Им наоборот выгодно завязать драку здесь и сейчас. Пайкат буквально ждет когда его глимсонут и глимсует его слишком поздно. Что это было? Понятное дело оптик гейминг не собираются отсюда уходить. Они стянули сюда большую часть команды и Джи врыв с эпицентром. Брюмастер погибает. В него также был завязан статик шторм. Возвращают 33-го. 33-й очень удачно своровал рейдж поэтому на развороте начинается драка. Старается заскусить омника. Омника сибирь гвардин-энджел. Бесподобная ультимативная от фронтал игрок. Выиграет массу времени. CCNC вымысел в леса и просто-напросто ушел. Отменяет т.п. Раская ловочка дерется с КВР Эйчем. Погибает к сожалению в данном моменте. Живет кстати очень долго. Сам не верит что живет поскольку находится в Левинарморе. Может было бы переключить... Вот все рубики которых я сегодня видела не играются с Сноуфилдом. А может быть и Сеф бы выжил. А кто его знает? Очень печально конечно что Зай подставился в очередной раз и не смог подраться с Поймой Флитом. А он что сделал Бэйбэк? Или уже Реснулся? Ну судя по всему просто-напросто Реснулся. Зачем ты подфидел здесь Сэнд Кинг? Как он вообще в принципе оказался здесь Ползет Лайфстилер Тоже жаждет нафидить Да Рубик он конечно заберет Но а что делать дальше? А дальше похоже ничего не поделать Хотя ему дает репел Что позволяет задоджить Булыжник По итогу Булыжник принимает сам ум Нинает Сюда прилетел уже КВХ Уезжает Сноу погибая за 10 золота до блинка То что игра развивается таким образом То что оптики отдают лишние фраги Все это впоследствии просто будет просто отнимет наше время Думаю что в дальнейшем по сетке озеров будут двигаться именно оптики Но совершая ошибку за ошибкой вот эта безалаберная игра от Зая просто напросто оттягивает неизбежное Нападение на Лайфстилера не дали ему опять добраться до крипов Вот Тренд в этом плане очень сильно решает В одиночку Лайфстилер фармить не может Ему обязательно нужен либо Дезраптор либо Сэнд Кинг который его бы страховал Посмотрите как допустим ведут себя оптики Они стараются коров без поддержки не отпускать фармить на линии Пожалуйста Вот Тролль рядом с ним Тренд Вот Си 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 рядом бегает Зай Если рядом с Си 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 не будет Зая то будет Рубен Обязательно У Брюмастера наконец-таки Блинк Вот Си Си Катемативная Замедлили Вайпера Раская Ловочка Возвращают СФ Назад Что дает возможность Тролю заработать доминейтинг на этой карте Оптики гонятся за следующим фрагом Он их повесил просто-напросто реплел на себя и степэшился В миде все это время поддерживал пуш Тренд исключительно он Есть Дасты у Сандкинга в случае чего Коры команды из Джи рассосались по линиям Хотя вот Фули в данном случае конечно не Кор Он очень быстро кстати прибежал на бот даже не заметил как На топе в спину дышит лайфстилеру Брюмастер из СНС Свер делает тэп Аут Ну таким образом да они могут пушить Главное чтобы где-то под ногами не завалялся Тренд у которого есть воргров Флис сейчас очень рискует как раз таки выбирается из пациента шторма Трой его видит здесь же находится 33 правда все без детекшена скан который попадает по Тренту поэтому Сенкинг имеет примерно представление о том где находится Трент здесь уже 4 персонажа команда ДЖ нужно отступить необходимо отступить и оптики это делают не ошибаются как раз таки благодаря тому что есть Лейнвард Вапер собирает себя Аганим любопытное решение Трент готов синициировать драку но чтобы ее завязать нужны плюсы либо же он просто проследит за вражеской командой и попробует сбить ТП сбивает он сразу 2 ТП сбивает ТП умнику сбивает ТП Сенткингу лайфстилер ТП вовсе не откатилась а это значит что ребята потеряют просто бараки на ТОП оба барака еще так повезло что у Пайката добыл дамыш больше половины персонажей команды GG бегут пешком дефать свои строения которых к сожалению уже нет оптики закрепили свое преимущество уже в размере 13000 оно на данный момент брюмастер собирает себе Владмир хотя на его месте я предпочла бы уже приступать к сборке Лукинг Бара СФ рассчитывает в ближайшее время добить пику Рошан резнулся на втором на второй ячейке его содержимого уже есть цир можно было бы Рошана забрать судя по передвижениям GG этот коллектив что-то задумал может быть смог да смог последние надежды да но когда у двух коров в той команде имеется БКБ а у вас ноль способностей которые бы сквозь БКБ били как же же хотят подраться любопытно по итогу за счет того что смока не разревелились рядом с Рошпитом Ружи имеет информацию о том что оптики туда пока не зашли нападают на Трента Трент не ожидал что Клей прикупит себе гем ультроп на прощание в Розборзая он на этот раз не креплю то есть не Клей Пайет успевает разложиться Синси Синси активировал БКБ попытался проработать по Синкингу но не обнаружил Вижена без Эджей очень много дем уже получается и даже приходит Фрэй Варвов Борус Трайк по СС сейчас расписываю культомативную очень боится войти в драку в Лайфстиллер но Омник пообещал что нажмел Градин Энджел поэтому можно драться в конце концов Лайфстиллер отменяет ТП работает по СС 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 Раскаловочка напоследок ну и тут Пайкат должен всех раскидать Сенкинг еле-еле дополз с Эпицентром до Зая заигнорирует СК буквально пара тычек от Пайката и Викетсик тронь 66 секунд в таверне Лайфстиллер на топе уже крипы заходят поэтому можно либо добить Рошана пойти ну как добить начать его бить и закончить забрать Рошу и уже потом отправляться на хайграунд Вайпер без Байбека нет Эпицентра нет Статик Шторма на топе уже наступают крипы оптики не могут крипы помогут ну и данным Рошаном преимуществом в 15 тысяч я думаю оптики ставят шах и мат своему оппоненту в виде Сэнд Кинга собирается на него напасть у Трента имеется пара сэнтри бардов скан знаю где прячется возможно попытается за ним чезить урубая на форстат но Сэнд Кинга растэпэшился на топе Зай толкает линию оптики стянулись на ботом у СФ практически готов бутерфлай как и у тролля у тролля у тролля уже есть у тролля мы наблюдаем в квикбай сатаник а вот тронта он не метеор хаммер себе хочет а нет он хочет себе худ опять-таки Зай забайтил на спустих шторм все равно смог раскистовать прямо сплит на кинезисе завалили Сэнд Кинга Сэнд Кинг совершает байбэк скоро времени праймл спи закончится может быть чуть осторожнее Зай не успевает поднять в циклон Сэнд Кинга подставляется тролль но он имеет на это полное право у него есть БКБ он встает в Гвардиан Анджелл пока никого не подбьешь но Гвардиан Анджелл просто посовывает в Орбок а дальше дело за малым и до сих пор кстати не распространил даже Эпицентр и кажется не распространил такими темпами потому что мне выжили Пайкат имеет Годлайк и поскольку КВХ живой нужно постараться отступить пока длился до конца у него БКБ к сожалению в кулдауне и только Чудо поможет ему выжить но Чудо кажется не стоит и хотя хотя захил от Трента на развороте можно либо подраться либо бежать либо драться если бы этот не коварный Рэддинс тролль естественно бы выживал и имел шанс подраться на развороте но этот периодический демеш и отсутствие БКБ коварная штука вообще есть же главное внегласное уже правило не нажимать БКБ до того как закончится АХ забили вайпера Гримс никакой не помог то есть Сен Кинга тоже находит особенно по Дезраптору тыщки ССС выглядят максимально мощными хотя там от Дезраптора всего-то 1200 хп ну и Сенси вальяжно заваливается на вражеских хайграунд по хозяйству разваливает бараки у Зая 8 секунд ультимативной и поэтому очень зря сейчас Джи хотят подраться оверджоу Зай склеп праймл склит в репейле ходит ДСД это значит что Омника репел в полдауне у него есть в принципе еще Ю ну а за ним чезит до конца панды раскручивается в Ю Лах и так далее и все-таки буду сейчас Омника здесь добивать за счет Диспел Мэджика его кстати опустили с интересной землю когда он сам себя в Ю Лах раскрутил и вот у нас битва оффлейнеров под Тир-4 бывком Миссаю справился с Омником и покатился на бочке командир череда байбэков два байбэка мне добили такие барак а барак регенится опять у опять у пайката ддд быстренько снес Тир-3 на боте тоже упал барак это уже делал сисинский размазали вайпер у бараков и так же подставляется ему по макушке по макушке кулаком дает тренд дальше по макушке получает омнинайт и стенд пинг признает поражение ну что ж если бы оптики в какой-то момент не отдали лишние фраги то это было бы даже 2 по 20 хотя если суммировать предыдущая карта закончилась за 16 минут и эта карта закончилась за 33 минуты и приблизительно ну как бы если разделить то 2 по 20 поздравляем оптик гейминг они двигаются дальше в меня друзья добавляют шашлычок у меня сейчас животик знаете завурчал такой не отказалась бы я от свежего мяса ладно ребят большое спасибо большое спасибо что были со мной на протяжении этой трансляции может быть есть кто-то кто не спал от начала и до конца мы перешли с вами 2 быстро в 3 не самые затяженные